Дмитрий Рогозин 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 В корме размещается вертолётная площадка и ангар для вертолёта типа К-27. Предусмотрено устройство для спуска на воду и подъёма бортовых досмотровых катеров на ходу корабля. Корабль оснащается новейшими электронными системами слежения. Всего по контракту будет построено два серийных корабля. Они будут поставлены по горничникам Заполярья в 2019 году. По заказу ФСБ России на заводе построен главной корабль этого проекта, получивший имя «Полярная звезда». В настоящее время корабль проходит заводские ходовые испытания. Минтранс России предлагает весь морской экспорт сжиженного природного газа и шельфовой нефти осуществлять только на судах под российским флагом. По словам источника, предполагается небольшой переходный период – полгода-год. Во все действующие контракты должны будут вноситься изменения. А с 2020 года все новые контракты на перевозку СПГ и нефти, добытые не на суше, должны заключаться с обязательным условием использования только судов, построенных в России. Изначально предполагался более мягкий вариант введения этих требований с 2030 года или даже позднее, но тогда бы никто не начал шевелиться, сказали в министерстве. Проект закона находится в правительстве, но от подробностей в министерстве отказались. Крупнейшим российским перевозчиком нефти и газа является Совкомфлот. У пароходства сейчас 8 газовозов, 4 из которых ходят под либерийским флагом, остальные под сингапурским и кипрским. Единственный газовоз Совкомфлота под российским флагом еще только строится для проекта «Ямал-СПГ». У пароходства есть также 4 газовоза для перевозки жиженного нефтяного газа, все под флагом Либерии. Из 60 нефтяных танкеров под российским флагом нет ни одного. Россия может текущим летом подать заявку на расширение внешней границы континентального шельфа в Арктике в комиссию ООН. В профильном ведомстве считают, что это нужно сделать в ближайшее время. Возможно, это случится летом, если и будет соответствующее решение руководства страны. Ранее глава Минприроды Сергей Донской сообщил, что работа по подготовке заявки по континентальному шельфу в Северном Ледовитом океане завершена. Проект и документы прошел межведомственное согласование и представлен на утверждение в правительство. Министр также отметил, что на данный момент проведена масштабная работа, которая позволила подготовить достаточно полную заявку и обосновать все претензии России по Арктическому шельфу. Напомню, Россия претендует на присоединение более 1 миллиона квадратных километров территории шельфа в Северном Ледовитом океане. Планируется обсудить вопросы международного сотрудничества в Арктике, раскрытия потенциала данной территории, а также роль приарктических регионов, их промышленного, научного, инновационно-технологического потенциала в процессах освоения и развития территории Севера. Освоению арктического шельфа будет посвящена экспозиция в павильоне Петербурга. Город впервые представит на Международном экономическом форуме проекты, которые создаются на предприятиях города для комплексного освоения Арктики. Это атомные и дизель-электрические ледоколы, научно-исследовательское судно, буровые платформы. В павильоне также разместят навигационный тренажер для отработки навыков управления судном в условиях ледового покрова. А напротив входа в павильон установят макет передней части ледокола высотой около 3 метров, который будет крошить искусственные льды. Петербургский международный экономический форум пройдет в Петербурге с 18 по 20 июням. Его девиз в этом году – время действовать совместными усилиями к стабильности и росту. Причал у новейшего контейнерного терминала многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронко» пришвартовалось первое судно. Корабль доставил оборудование для запуска первой очереди новейшего порта, намеченного на сентябрь этого года. Ожидается, что уже осенью «Бронко» сможет принимать и обрабатывать контейнеровозы и паромы класса «Финстар». На максимальную мощность порт выйдет к 2025 году, однако уже в 2020 он станет портом-миллионником, способным обрабатывать более миллиона тонн груза в год. Строящийся порт поможет значительно снизить нагрузку на транспортную сеть Санкт-Петербурга благодаря прямой дороге в КАД, а в будущем – отдельные железнодорожные ветки. Кроме того, в ближайшее время эксперты прогнозируют существенный рост морского фрахта, что повлечет за собой замену маломерных судов на более рентабельный крупнотоннажный флот. При таких условиях строительство на Балтике таких глубоководных портов, как «Бронко», поможет избежать кризиса в морских грузоперевозках. Плюс ко всему, ввод в эксплуатацию нового порта позволит доставлять грузы без промежуточной перевалки в Европе, что сократит сроки и стоимость перевозок. Эсминец Северного флота адмирал Ушаков вышел в Баренцево море на учебные стрельбы. В ходе учения экипаж эсминца провел артиллерийский бой с надводным кораблем и отработал действия противолодочной и противовоздушной обороны. Расчеты комплексов зенитно-ракетно-артиллерийского вооружения эсминца отбили атаки средств воздушного нападения с различных высот и направлений. Кроме того, адмирал Ушаков выполнил практические стрельбы по морским и береговым целям. Предполагалось нанести удар по быстро движущимся маломерным целям и плавающим морским минам. Ямальский фотограф Сергей Анисимов вошел в топ-10 лучших фотографов мира в номинации «Путешествие» по версии американского издания «Кто есть кто в фотографии» за прошлый год. В издание попали 23 российских фотографа. На сегодняшний день Сергей Анисимов – лидер российской команды. В его творчестве две основных темы – Ямал и Арктика. Они и помогают фотохудожнику добиваться признания.